Память и традиция живы. На территории вагонного депо станции Буй есть место, которое дорого всем, кто трудится здесь. Посвящено оно Великой Отечественной войне. Рядом с памятным камнем здесь растет сосновый бор, высаженный в 2015 году к 70-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Все последующие послевоенные поколения, наследники победителей, в самой кровопролитной войне XX века наши современники бережно хранят и передают память будущим поколениям. В вагонном депо ежегодно в канун Дня Великой Победы проходит митинг, посвященный к главному празднику нашей страны. 8 мая 2023 года на митинг собрались сотрудники и ветераны железнодорожного предприятия. Их приветствовал глава города Буя Игорь Александрович Ральников, начальник вагонного депо Андрей Витальевич Сидоренко, председатель Совета ветеранов Буйского железнодорожного узла Анатолий Иванович Ставров, а также руководители в разные годы возглавлявшие депо. Александр Иванович Пархаев, Леонид Николаевич Яковлев и Владимир Николаевич Зубарев. Дорогие земляки, уважаемые сотрудники вагонного депо станции Буй, уважаемые ветераны железнодорожного транспорта, от всей души поздравляю вас с наступающим праздником, днем победы советского народа в Великой Отечественной войне. 9 мая для нас не просто праздник, это символ стойкости, стойкости русского духа, мужества нашего солдата. Солдата, который ценой десятков миллионов жизней спас нашу страну и всю Европу от чумы фашизма. Сегодня мы склоняем головы перед теми, кто пал в этой великой битве, кто принес нам светлое небо и мирную жизнь. И сегодня, в это время, когда наши ребята продолжают защищать и нашу родину, и весь мир от нацизма, который возродился в некогда братской Украине, мы желаем им успехов, желаем военной удачи, желаем всем вернуться домой живыми и невредимыми. Дорогие друзья, я от всей души поздравляю вас с наступающим праздником, желаю всем вот такого замечательного мирного неба, счастья, здоровья, успехов, конечно же, мирного неба над головой. С праздником, дорогие товарищи! Уважаемые коллеги, ветераны предприятия, мне очень приятно вас всех видеть. Сегодня нам повезло с погодой. Мы сегодня проводим наш традиционный концерт, посвященный Великой Победе. Считаю, что на текущий момент он как никогда актуальный. Вы сами видите, что происходит сейчас в мире. Все пытаются нашу страну обвинить и переписать историю. Вот поэтому вот именно память и традиции это сейчас наше с вами основное действие, что мы можем с нашей стороны сделать. Вот. Также хочу вас всех поблагодарить, пожелать нам всего самого хорошего, замечательного концерта. Мне очень приятно вас всех видеть. С наступающей Великой Победой, 78-й. В конце будем садить 78-ю сосну по традиции. Спасибо большое вам всем, что вы пришли. Вот. С праздником! Уважаемые труженики тыла, работники железнодорожного транспорта и все присутствующие на торжественном митинге. От имени руководства Вологодского региона, Теркома, профсоюза и Узлового совета ветеранов примите искреннее и сердечное поздравление с Днем Победы. Для всех нас это особый праздник. За словом Победа стоит мужество и героизм миллионов наших сограждан, напряженный и тяжелый труд в тылу. Прошло 78 лет с победного мая 45-го года. Рождаться уже не одно поколение людей, не знающих тягот и ужасов военных лет. Пройдут еще годы, сменится еще не одно поколение. Но в наших сердцах сохранится память о подвиге наших дедов, отцов, братьев и сестер. День Победы останется для нас символом гордости за тех, кто в самой тяжелой, жестокой и кровопролитной войне отстоял свободу и независимость нашей Родины. Неоценимый вклад, который внесли в приближение Дня Победы работники железнодорожного транспорта. Коллективы при фронтовых и тыловых железных дорог работали мужественно, не покладая рук. Сон и отдых порой забывался, когда звучал призыв «Все для фронта, все для победы». 127 железнодорожникам присвоено звание Герой социалистического труда. Многие стали героями Советского Союза, полными кавалерами орденов славы. Многие отмечены знаком «Почетный железнодорожник». Поэтому ежегодно накануне или в День Победы мы приходим к вечным огням, мемориалам, мемориальным плитам, стеллам, обелискам, на которых высечены имена боевлян, погибших в боях, в плену умерших от ран и пропавших без вести. Это напоминание нам, нашим детям и внукам о том, какой дорогой ценой заплатили они за то, чтобы мы могли спокойно трудиться, радоваться мирной жизни. Помнить и знать свою историю мы не только в дни праздника. Особая признательность ветеранам, искренняя вам благодарность за то, что вы сделали в годы войны, за ваш труд и последние военные годы. Крепкого здоровья и долголетия, силы духа и жизненных сил, счастья и благополучия вам и вашим близким. С праздником вас! С Днем Победы! Здравствуйте, уважаемые участники торжественного митинга. Хочется сказать о том, что мало на земле государств, стран, народов, которым бы на протяжении долгих веков выпали такие испытания. Испытания на стойкость, испытания на веру, на любовь к Отечеству, к родной земле. Конечно, самым страшным это испытание пришлось вот на эти годы. Сколько ушло героев, героев воинов, героев тыла. Да, они уходят, их остаются единицы. Мы должны, и дети наши, и внуки, должны передавать эту память дальше, будущим поколениям. И хочется закончить словами из реквиума. Люди, помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет. Никогда не плачьте. В горле сдержите стоны, горькие стоны. В памяти павших будьте достойны. Будьте достойны. С наступающим праздником. Пожелания, конечно, уже прозвучали. Нового сказать сложно. Еще раз хочу сказать. Праздник вечен. Праздник. Дорогие работники вагонного депо, уважаемые ветераны, гости, присутствующие на сегодняшнем митинге. Восьмой год. Здесь мы с вами встречаемся, чтобы поздравить друг друга с Днем Победы. Эта аллея, я надеюсь, я уверен в этом, долгие-долгие годы будет свидетелем того, что здесь будут собираться не только вы, а и ваши, и ваше следующее поколение, чтобы отмечать этот прекрасный праздник. Счастья вам, здоровья вам, вашим семьям, чтобы действительно всегда светило такое прекрасное солнце. Всего вам самого доброго и святого. С праздником вас! Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, коллеги, разрешите поздравить вас с наступающей победой, пожелать мирного неба, благополучия вам, вашим семьям, родным, близким. Я очень благодарен коллективу Депо за ту поддерживаемую память, видя вот этой аллеи руководителю в первую очередь. Спасибо вам! С праздником наступающим! Концертную программу в качестве музыкального подарка участникам митинга подарили работники Дворца культуры. Евгения Рингис, Сергей Морозов, Екатерина Веселова, Рада Глебышева, Вера Климова, Татьяна Карабанова, Максим Кокарев, Ольга Смирнова и Валерий Сиваков. Сольно и ансамблем «Новая волна» они исполнили 10 песен, которые доповчане и подпевали, и аплодировали. Завершился концерт легендарной композиции «День Победы». Митинг вновь стал продолжением доброй традиции по увековечению памяти наших земляков, на чью долю выпала война. На Аллее Славы была посажена еще одна 78-я сосна по числу лет, прошедших с момента окончания Великой Отечественной войны. У истоков традиции стоял Владимир Николаевич Зубарев. Коллектив поддержал и продолжает по сей день. В 70-ю годовщину Великой Победы в 2015 году под памятным камнем была заложена капсула с посланием к будущим поколениям, которую вскроют 9 мая 2045 года, когда наше Отечество будет отмечать столетие Великой Даты. Как говорят доповчане, наша память жива, и мы сами делаем ее такой своими делами. На митинги приходим с детьми, рассказываем им о прадедах, об истории города в годы войны, о железнодорожниках, которые ковали ратную и трудовую славу малой Родины. При входе на территорию ВЧД стоит мраморный обелиск с именами погибших воинов, которые трудились в вагонном депо и отдали свои жизни за самое святое, за свободное будущее отчизны. Брать пример с героев в сегодняшнее непростое время и сохранять память о них – священный долг ныне живущих и последующих поколений. Давайте еще раз поблагодарим артистов, спасибо им большое, что они ежегодно нас поддерживают, нам очень приятно, обновляют нашу экспозицию. Спасибо вам огромное, рассчитывайте также на нашу поддержку в любое время. Спасибо большое, спасибо, что все собрались. Это день победы, порохам пропал, Это праздник с сединою на висках, Это радость со слезами на глазах. С Великим Праздником Победы, друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ